Помните у меня на обзоре вот эту штуковину? Фиджет-кубик, который позволяет вам крутить, вертеть, как джойстиком, крутить вот так вот, переключать, переключать или ролить эти, знаете, да, кодовые замки, всякие вот джойстики, всевозможные тыкалки. После этого обзора мне очень много подписчиков накидали интересных таких же расслабителей, релаксаторов, как их еще назвать. В общем, сегодня у нас очередной такой гаджет. А во второй посылке у нас точно такой же кубик, я думаю, что точно такой же, но только более бюджетный вариант, без упаковки, без вот такой вот красивенькой коробочки, но и цена у него в два раза меньше. Давайте сначала распакуем первую посылку. А что медлить, давайте и вторую тоже. Ничего нету больше. Как я и говорил, кубик пришел у нас в обычном пакете, ну как обычный, пупырчатый пакет, нанотехнологии, без коробки, просто запакован вот в такой вот пакет. В первом кубике у меня шарик крутится и нажимается, здесь же он только крутится. Вот эти штуковины идентичны, здесь они еще так приятно пощелкивают. Здесь же в этом кубике они не щелкали так. Далее, что касается переключателя, то здесь он более мягкий, здесь более жесткий. То есть здесь я вот касаюсь слегонца, то здесь я так, если касаюсь, он не переключается. Нужно прям усилие прилагать. Что касаемо этих кнопочек, то они выполнены одинаково. Единственное, что здесь пластиковые кнопки. И все нажимаются. Здесь же кнопки нажимаются только три. Вот эти две кнопочки, они не нажимаются. Но, но, это так было задумано. То есть вот этот кубик, который был первый на обзоре, мне показался более качественным. И здесь вот этот вот джок-дайл, так называемый, он крутится легко. Здесь же усилие нужно прилагать. То есть, ну, бюджетный вариант все-таки сказывается. Да, он очень так, туго ходит. По размеру они одинаковые, по материалу основному одинаковые. Единственное, что отличие, так это вот эти клавиши. Здесь они прям резиновые, приятные. Здесь тупо пластик. Не нажимающийся ролик. Здесь он не нажимается, если вы слышите. И, ну, все, собственно, сделано несколько с худшим качеством. Но, понимаете, что цена в два раза ниже, за это приходится платить. То есть, не доплачивать и получать хуже. Такие дела. Но сегодня у нас герой нашего обзора, вот эта штуковина. Давайте взглянем на нее. Спиннер. На самом деле, здесь очень качественные подшипники. И скорость вращения у него очень хорошая. Наш спиннер выполнен довольно неплохо. Хороший, упругий пластик. У нас здесь вот таких вот три подшипничка. И подшипник основной, который, собственно, дает нам эффект вращения. Вот этот вот, красивый. Довольно упругий, то есть он прочный. Вот. И вот эта штука у нас очень хорошо зафиксирована. То есть наш подшипник, который находится внутри, он зафиксирован довольно плотно. Данный спиннер крутится довольно долго. И вот пока мы с вами разговариваем, он все крутится, крутится, вертится. И я хочу его на самом деле проверить, сколько он по времени будет крутиться. Мы сейчас давайте достанем секундомер. И замерим количество секунд, которые он будет вертеться. Поехали! Секундомер. Спиннер. Тестим! Практически минуту данный спиннер крутится. В центре у нас вот такой подшипничек, который с двух сторон зажимается вот этими двумя клипсами. Ну, для того, чтобы у нас это все дело не зажималось вот так вот, да? Вы понимаете, да? Понимаете же, да? Штука очень залипательная. И знаете, действительно, это вот сейчас какой-то век вот таких вот, знаете, щелканий, переключателей, всяких вот таких вот спиннеров. Я видел кучу вот таких спиннеров. Есть не такие тройные, есть двойные. То есть двойные как бы проще крутить одним пальцем. Да, вот его так шатнули и он пошел. Здесь немножко неудобно, но крутить второй рукой все прям классно. Ощущение очень интересное. Вы знаете, если вы в руках когда-нибудь держали пауэрбол, знаете, такой, да, тренажер. Крутанул его и вот внутри там гироскоп такой находится. Вот по ощущению такой же примерно данный фиджет спиннер. Зачем эта штука нужна? Я не знаю. Вот зачем люди кликают всякие ручки, грызут ручки. Вот это вот зачем? Все переключаешь, что-то сидят, пупырки всякие лопают. Вот, 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 вот это нужно для этого. Расслабон. Просто вот покайфовать, вот в очереди постоять, я не знаю, не с ноги на ноги поперебираться. И он в принципе не щелкает, как вот это. Это все-таки такая штуковина, да, вы понимаете, да? На нервы будут действовать. Ну, а это больше успокаивающий такой вариант. Мне нравится. Стоит ли эта штука своих денег? Знаете, решать вам. Но я у себя ее оставлю по-любому. Что только люди сейчас не придумывают. Реально, вот всякое. Вот это вот я никогда бы не подумал, что вот эта вещь будет когда-то популярной. И просто реально на нее бум. Их как пирожки раскупает. Эту штуку тоже как пирожки раскупает. Причем вариантов там цветового исполнения просто куча. Там и светящиеся в темноте. Красный, белый, синий. Формы разные. Они из разного материала делаются. С разными подшипниками, чтобы они там как-то сильнее крутились. Как-то удобно. Очень много, реально. Ну, я считаю, что это безделушка, когда нехеру делать. А как вы думаете, стоит ли эта штука своих денег? Пишем ответы в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А чё это такое? Это на спине было? Крутить спинни. Отдай. Отдай. А как крутить? Тогда выбирай раку. Кубик отдай, кубик? Кубик? На, кубик. Ра. Кот. Ай-я-я-я Ты специально это делаешь? Ай-я-я Всё, хватит. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Субтитры создавал DimaTorzok